Порядка на стройплощадках города нет. Глава администрации сегодня прокомментировал, как проходят массовые проверки застройщиков после крушения башенного крана. Илья Шульгин рассказал про нарушение даже элементарных правил безопасности. Строители массово не носят каски, спецодежду, спецобувь. Отдельный разговор был о градостроительных нормах. Сегодня в администрации состоялась встреча главы администрации с журналистами. Илья Шульгин ответил на десяток вопросов. Например, про итоги визита в Киров известного блогера Ильи Варламова. Оказывается, московский гость обращал внимание Шульгина на необходимость сохранения исторического наследия в Кирове. А вот проданную землю за парком Победы, сказал Шульгин, вернуть можно разве что чисто теоретически. Но повлиять на то, что там будет, администрация может. Например, для нового детского сада или школы там самое место. Глава администрации рассказал, что после скандала с управляющей компанией Ленинского района намечаются перемены во всех муниципальных предприятиях, центрального рынка, например. Изменений стоит ждать, видимо, и в рекламной сфере. Шульгин обратил внимание на заселье баннеров и вывесок в городе. Оно перестает, начиная от суши, трусов, газово-катейного оборудования, еще какой-то ерунды. Пирожки, чебуреки. Вот смотришь и просто удуреешь от этого всего. Это серьезный белый шум для глаз любого жителя нашего города. Этого быть не должно. С этим нужно работать, потому что в других городах с этим поработали. И если раньше Москва это были бесконечные растяжки на протяжении любого маршрута, куда бы ты не ехал, то сегодня это просто чистые улицы. И ты можешь смотреть Москву такой, какая она есть на сегодняшний день.